По одной из версий, Болярские острова, архипелаг на западе Средиземного моря, были названы так в честь финикийского бога Баала, которому там некогда поклонялись бога плодородия и солнца. Солнца на Форментере, Ибице, Майорке и Минорке и впрямь предостаточно. Но мы сегодня вовсе не о климатической привлекательности этих чудесных островов. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вспомним о великом и ужасном, может быть, в кавычках, может, не совсем кулинарном изобретении, родом из Маона, столицы Минорки. Имя ему – маонский соус или попросту – майонез. Самая популярная легенда на этот счет гласит – в 1758 году городом владели французы, осаждали его британцы. Когда у французов закончились продовольственные запасы, и только с яйцами и оливковым маслом все было в порядке. Хотя, вроде бы, тоже жаловаться не на что. Один находчивый повар взбил яично-масляную смесь и приправил солью и пряностями. Как звали повара, история умалчивает, а ведь именно его надо вспоминать всякий раз, когда в магазине рука тянется к заветным баночкам или пакетам. Или он здесь ни при чем. Промышленные майонезы – это отдельное что-то с чем-то. Да, пару-тройку минут можно было бы посвятить подробным объяснениям, чего именно и с чем конкретно. Да с удовольствием. Но лучше опять посетовать на то, почему не в части майонеза домашние. Очень хочется делать их из домашних яиц так надежнее. А что до постной темы, все равно язык не поворачивается сказать, что промышленный майонез поста не нарушает. А с постными кулинарными композициями, оптимизирующими и даже рационализирующими вкусовые характеристики блюд, в общем, соусами. Как в том фильме. Напряженка, да и только. Именно поэтому я искренне обрадовалась, найдя такой простой, такой постный рецепт, в основе которого не два горошка на ложку, много больше, но именно ложка. Столовая гороха обыкновенного, шлифованного, колотого, доступного. В результате же получается весьма интересная заправка, что даже и о Балиарских островах еще раз вспомнить не зазорно. С них начали. Подробным рецептом завершаем. Домашний постный майонез. Горох залить водой и варить до готовности. Это минут 30. Взбить блендером. При необходимости можно добавить воды, чтобы получилась консистенция жидкого киселя. Остудить обязательно. Далее на одну часть гороховой массы добавить две части оливкового или любого другого растительного масла. Снова взбить, ввести соль, сахар, перец, горчицу, уксус и еще раз взбить. Масса станет светлой и плотной. Заправить этим, как бы майонезом, любой салат, что мы, собственно, и сделали. И пожелать приятного аппетита и фантазийных решений, в том числе и постных блюд. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока. Субтитры подогнал «Симон»